А это участница шоу «Стартап» под прудом. Она представляет производственный проект «Семечки местные». Под прудом Дина – человек с активной жизненной позицией. Она была организатором многих мероприятий, а также была директором известных бурятских фильмов. На старт! Внимание! Меня зовут Синдума. Меня зовут Албитова Наталья. Меня зовут Жаргал. Алена. Тариша. Аляша. Ой, какая молодец. Расскажите, друзья, что сейчас здесь происходит? Сейчас проходит конкурс «Мама, папа, я. Спортивная семья». Который устраивает наша подруга, подругина Дина. Уже на протяжении, наверное, не помню, сколько лет. В том году мы стали чемпионами. А вот как думаете, какие качества помогут Дине быть успешным бизнесменом? Ее усидчивость. Доброта. Практически все, все, что нужно для управленца, для бизнесмена, у нее все качества присутствуют. Я дам тебе олимпийский огонь, ты вот так вот побежишь с факелом, вот так вот отбежишь и вернешься туда к семье. Какой факел? Это же мяч. А вы могли бы стать поручителем в банке, если бы Дина взяла кредит? Обязательно. Но не все настроены оптимистично. Не знаю, но проект очень, конечно, интересный, но очень сложный, трудоемкий. Непонятно, будет ли спрос вообще на эти семечки. Потому как оборудование очень дорогостоящее, и его нелегко купить много конкурентов. Но раз уж купили, то пускай пробуют. Год назад Дина решила открыть бизнес. Ну вот это у нас упаковочный аппарат. Вот здесь вот таким образом упаковка вставляется. Здесь вот вы видите, она у нас уже есть. И здесь вот формируются сами пакеты. Как и многие начинающие предприниматели, Дина столкнулась с массой непредвиденных проблем. Собственно, вот мы начали с того, что купили оборудование, не продумав технологический процесс. Мы столкнулись с тем, что нам попалось некачественное сырье. И необходим, и такая особенность у семечек есть, что при обжарке оно образует нагар, который нужно удалять дополнительно, для которого нужно специальное оборудование. Потому что легких денег не бывает. Я надеюсь, что мой бизнес-наставник Сергей Брыков поможет мне все это грамотно сделать. И наконец-то вот это все оборудование начнет работать и приносить пользу. Дина встретилась со своим наставником Сергеем Брыковым и рассказала ему печальную историю своей первой попытки начать бизнес. В данный момент оборудование все-таки лится на складе. Сергей сразу предложил почитать сумму, необходимую для того, чтобы начать стартап. В которую входят затраты на покупку дополнительного оборудования, ремонт и аренду помещения, закуп сырья, средства на стартовый маркетинг и на двухмесячную зарплату персоналу. Тогда получается мне нужна сумма 500 тысяч. У меня есть опасения по поводу того, насколько действительно будет рентабельно это производство. Потому что брать 500 тысяч в кредит, их же нужно будет отдать. Насколько, как ты думаешь, есть риск прогореть? Не отчаясь, все будет хорошо. Я думаю, я убежден в том, что знание – это, соответственно, сила. То, что мы с тобой сделаем, оно обязательно будет запуститься и будет приносить прибыль тебе и твоей семье. Сегодня состоялась первая встреча нашей с Диной. Впечатления очень положительные, в первую очередь, потому что у нее есть не просто бизнес-идея, а она уже немножко погрузилась в этот проект, но, в принципе, такие проекты мы и отбирали. Очень хороший настрой у нее, что тоже очень важно определить именно первый этап. Потому что если нет настроя, лучше не начинать. Сегодня состоялась наша первая встреча с моим бизнес-наставником Сергеем. Он мне все подробно объяснил, что мне нужно делать, куда двигаться. Обозначил первую сумму, которая мне необходима для запуска моего бизнес-проекта – это 500 тысяч. Мы с ним обсудили примерные варианты развития событий. И, скорее всего, к апрелю мы начнем уже первые продажи. Лучше бы она пошла на госслужбу. Там и надежнее, и спокойнее. Получится ли у Дины стать семечковой королевой города? Вопросы и вопросы. Смотрите нас с понедельника по пятницу после программы «Новости дня» в 20.00 на канале ТВКОМ. А также на сайте инвпол.ру «Новости дня» в 20.00 на канале ТВКОМ. «Новости дня» в 20.00 на канале ТВКОМ.